добрый день сегодня мы поговорим о робототехнике о том как мы ее видим как экосистему которая входит в состав комплексных поставок нашей компании и тема поэтому называется актуальная актуализированная экосистема робототехники зовут меня сергей кузнецов менеджер направления образовательная робототехника контакты мои здесь представлены также будет в конце выступления qr код где можно мою визиточку увидеть и так основной конечно упор будет у нас сделан сейчас на робототехники в школе робототехника в дошкольных учреждениях также у нас представлены как экосистема единая как комплексное решение интегрированное и они расскажут мой коллега чуть попозже следите за графиком выступлений вот и так делать представлена робототехника в школе наиболее конечно для нас актуальное ее представление как отдельный предмет в рамках уроков технологии как обязательный предмет урок технологии наиболее распространенное на рынке наверное представление робототехники как факультатив как кружки образовательные как правило на лего они у нас сформировались лего вообще сформировала кружки вот с переменным успехом там добиваются в рамках кружков дети соответственно получение навыков робототехники многим не нравится ну ответ здесь наверное с моей стороны будет субъективный конечно но понятно что я это вижу это связано с тем что робототехника в кружках она все-таки достаточно такая стандартизированная привязанная схемам мы видим робототехнику в первую очередь как подраздел такого мейкер ства как подраздел проектной дисциплины и конечно кейсы примерно создаваемые детьми вот примерно должны быть вот такими то сделаны из подручных материалов сделаны с использованием современных технологий 3d принтеров и гравировщиков различных то есть соответственно это должен быть проект наша основная задача как поставщиков оборудования и поддержки этого оборудования создать достаточно хорошую компонентную базу по оснащению образовательного учреждения для занятий робототехники в именно проектной деятельности вот так же конечно идеальная картина когда у нас робототехники посвящена ну по сути центральный центр образовательного процесса и она является такой интеграционной частью ну здесь это можно говорить столько наверное в специальных технических каких-то вузах колледжах соответственно в каких-то школах как правило все-таки в школе робототехника у нас представлена в рамках урока технологии напомню технологии у нас делятся на модули инвариантные и вариативные инвариантные куда как раз и входит робототехника является обязательным к изучению соответственно вариативные у нас включают автоматизированные системы животноводство растеневодство и соответственно актуальные в последние годы направление беспилотные летательные аппараты я предполагаю что наверное в ближайшее время бпл а которые являются на данный момент частью по сути робототехники также будут введены в на вариантные модули то есть в обязательные но пока мы рассматриваем именно бпл а как именно вариативный модуль вот то есть бпл а это по сути тоже часть робототехники всегда так было исторически поэтому сегодня бпл а у нас также будет посвящен наш мастер-класс отдельные дополнительные выступления как когда мы собственно и поговорим оба пла присоединяйтесь тоже смотрите простой ответ на вопрос зачем так много поставляем мы и другие собственно дистрибьюторы робототехники в школе почему так такие большие объемные спецификации в инфраструктурных листах простой ответ на этот вопрос потому что достаточно много направлений обучения робототехники в школе и каждому из этих направлений соответствует определенное профильное оборудование принципы построения нашей экосистемы это конечно межпредметность это steam как и большинство наших продуктов нашем портфеле от простого к сложному то есть известный всем педагогический принцип то есть мы не начинаем изучать робототехнику на сложных каких-то решениях не начинаем изучать на сложных конструктивно электронно более сложных по программированию решений мы начинаем изучать простых роботов вот ну например с робота им бота да единая среда программирования то есть все наши роботехнические решения для средней школы они программируются в среде м-блок в основу взят бренд китайский который существует с тринадцатого года компании мы моих блок вот все решения от большинство решений же по железу от компании моих блок идут софт соответственно у моих блока м-блок называется вот он свободный свободно распространяемый распространяемый и все решения программируются там в этой среде или на скретче подобном языке или на языке высокоуровневым питон или си плюс плюс и особенность 3 это аппаратная и конструктивная преемственность то есть все элементы состыкуются друг с другом соответственно конструктивно конструктивно можно создать из использовать элементы для создания своей конструкции из базового набора в какой-то проектный набор электронику можно взять из базового набора интегрировать свою свой свой проект по созданию какого-то сложного решения как выглядит экосистема вот это пожалуй самый главный слайд я об этом всегда говорю вот о котором собственно и посвящена наша сегодняшняя презентация в левой части у нас представлены модули оборудования это модули соответствующие тому оборудованию которое мы предлагаем рынку соответственно эти модули в той или иной степени подходят и коррелируются с направлениями изучения робототехники начинается все с дошкольной робототехники сконструирования в дошкольных учреждениях далее мы идем визуальное программирование учим детей программировать в дальнейшем у нас есть разделение или же мы остаемся в инженерном конструктиве мейк блоков скам стандартным или мы обращаемся к лего подобному конструктиву который так полюбился нашему российскому рынку но используя среду программирования м-блог и в дальнейшем мы переходим к актуальным решением актуальным роботом на современных контроллерах которые отвечают именно направлению ну 4 промышленной революции то есть которые позволяют организовать сетевое взаимодействие роботов позволяет изучать интернет вещей основы искусственного интеллекта вот элемент мотивирующий занятия именно робототехникой конечно соревнования make x и соответствующие им образовательные соревновательные наборы без оборудования для прототипирования экосистема будет неполноценной и make блок и мы предлагаем рынку лазерные гравировщики резчики для создания конструктивных элементов попрошу там показать поближе таких например да то есть современные методы обработки материалов позволяет ну собственно оборудование для изучения современных методов обработки материалов позволяют создавать такие конструктивные конструкции вот соответственно вот например такой вот то есть дети не пользуются только там ножницами и ножовкой они пользуются уже современным оборудованием все это позволяет заинтересовать детей вовлечь их творчество и заняться собственно проектной деятельностью с углубленным и более таким расширенным изучением направлений робототехники здесь дополнилась наша экосистема конструктором попала мы не можем быть в стороне естественно национальный проект баз он затрагивает и наши комплексные поставки поэтому на данный момент конструктор попала мы тоже вводим в нашу экосистему вектор образовательный который представлен зеленой стрелочкой он собственно опирается на три модуля движение образовательные это учебные материалы и курсы нашего учебного центра это среда программирования которой я уже говорил свободная с открытым исходным кодом с поддержкой стороннего оборудования и мотивирующий элемент занятия робототехникой это соревнование и так экосистема для дошкольных учреждений будет рассмотрена как я говорил чуть позднее она как видите тоже у нас такая достаточно ступенчатая логичная начинается от конструирования от простого от плоскостного и мы двигаемся приближаемся к скретчу соответственно программированию роботов уже в начальной школе что мы предлагаем в начальной школе мы предлагаем начальной школе робот для программирования робот называется коде роки состоит он всего из двух частей продаем мы его уже порядка шести лет вот робот с виду необычный скажем прямо да то есть нет обычных вот этих конструктивных элементов больших многообразие создаваемых каких-то конструкций все очень просто его цель научить детей программировать научить детей программировать в среде м-блок наличие контроллера не зря здесь вот выделено контроллер и sp32 позволяет организовать сетевое взаимодействие роботов позволяет изучать интернет вещей такой необычной игровой форме то есть это робот для изучения нетривиальной робототехники поставляется в образовательные учреждения как правило он составе комплектов из шести роботов робот рекомендован для парного обучения робот соответственно позволяет проводить занятия стандартные там 34 часа как обучиться при поставке оборудования в образовательные учреждения мы предоставляем бесплатное онлайн обучение с выдачей сертификатов то есть есть курсы если мы поставили комплексную поставку то конечно на базе учебного центра обучение педагоги проходят вот есть курс по которому собственно можно изучать можно ли обучаться этому роботу обычному ребенку там из семьи да можно как это сделать очень просто вы устанавливаете приложение и там форме квеста ребенок проходит базово от простого к сложному изучает среду программирования изучает наличие датчиков а их там свыше 10 различные кейсы проходят и обучается программированию и актуальным направлением классическая робототехника то что собственно составляет большой объем наших поставок состоит из трех роботов первый робот это им бот совсем простой до базовая конфигурация недорогой робот полюбившийся рынку из-за неубиваемой своей конструкции второй робот чуть посложнее уже проектный такой им бот рейнджер вот третий робот наиболее наверное продаваемый в россии за все годы это ultimate свыше десяти конфигураций различных вот есть и готовые схемы сборки есть естественно схемы ориентированные на то чтобы ребенок создавался свои проект не какие-то конфигурации что нравится рынку почему эта робототехника актуальна не первый год там да я на до сих пор собственно нравится ну во первых потому что основы использования этих элементов а их соответственно у нас многообразие железа то есть различные конфигурации уникальный профиль вот тоже попрошу показать то есть анодированный алюминий дорогой достаточно износостойкое покрытие резьбовые соединения стандартизированный шаг 16 миллиметров который кстати совместим с лего соответственно резьбовая канавка даже посередине вот этих объемных балок все это позволяет создавать вариативные такие сложные достаточно конструкции электроника если говорить именно об этой линейке классической то это электроника ну как скажем доведенная до ума arduino то есть это arduino модули с разъемами rg25 которые позволяют как раз использовать и arduino ские модули и модули make блока то есть каждый модуль электронный цветовой маркировкой помечен и соответствующего цветовая маркировка есть на контроллерах вот тоже стандартизированы по 16 миллиметров то есть совместимость с модулями arduino вы всегда можете расширить расширить электронику make блока используя сторонние модули через специальные адаптеры вот при этом использование разъемов rg25 облегчает пользование этими решениями ну и вот это вот слайд который я обычно показываю который позволяет именно создавать вот такие конструкции это устройство для запуска самолетиков хочу сразу сказать и она как раз ну позволяет и это можно собрать на этой платформе вот устройство как видите большое объемное собирали его не первый год но именно такие кейсы как правило детям и нравятся то есть если мы говорим о каких-то серьезных актуальных текущим реалиям кейсах то не факт что это детям понравится им как правило нравится что-то веселое что то что можно использовать в игре вот поэтому если нас слушает робототехники я думаю они понимают о чем я говорю то есть именно создание таких интересных мехатронных устройств создание проектных каких-то конфигураций баллист еще чего-то такого веселого проще говоря вот лего подобный конструктив если помните в экосистеме у нас деление была такая как бы развилочка в то же время она дополняет друг друга это российский набор серии клик клик первый активно продается уже не первый год вот он соответствует рекомендациям точек роста активно продается мы посмотрели на продажи клика и собственно создали клик второй в чем его особенность особенность в том что у него используется все тот же контроллер контроллер программируется в среде м-блок этот контроллер разве имеет те же разъем rg25 вот одна из конфигурации этого как раз робота вот здесь представлена вот к нему к этому контроллеру у нас добавлена вот такая камера для изучения технического зрения роботов вот модули все 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 те же модули ардуино с разъемом rg25 окон но конструктив именно леговский лего подобный конструктив качественный пластик не уступающий нисколько по качеству лего вот вполне может выглядеть как замена лего который ушли у нас с рынка вот подходит для базового обучения подходит для проектной деятельности для изучения как я уже говорил актуального направления технического зрения роботов вот соответственно учебно-методическая поддержка как раз на на базе этих этой линейки показала себя очень эффективны в телеграме поэтому рекомендую всем кто уже имеет этот конструктор или только планирует его к приобретению присоединиться к телеграм-каналу клик в и собственно почитать пообщаться напрямую прямо с разработчиками этого конструктора по задавать вопросы посмотреть закрепленные сообщения очень много ценной информации именно живьем информация и от пользователей от разработчиков которые именно позволяют оперативно но получить необходимые знания вот линейка развивается в этом году планируется выпуск ресурсного набора не буду пока говорить о его составе вот я думаю что уже к лету этот ресурсный набор у нас появится в портфеле актуальная линейка робототехники соответственно мы с вами говорили что очень хорошо себя и уже не первый год продается а линейка на arduino но жизнь вносит свои реалии и то есть контроллеров arduino уже не хватает для изучения направлений актуальных по робототехники и для изучения именно сетевого взаимодействия роботов мой блог выпустил контроллер который назвал cyberpay контроллер построен на чипе esp32 он понятно имеет большее быстродействие у него есть свои особенности там дисплей есть соответственно возможность записи восьми программ что очень удобно для отладки например какой-то соревновательной конфигурации у него уже встроены электронные модули но самое главное как я всегда говорю у него есть модуль вайфай который позволяет его встроить в сетку и в то же время он сам может организовать сетевое взаимодействие обмен с другими роботами то есть мы можем построить как раз таки рой роботов под этот контроллер идут специальные модули называется они им билд датчики электронные они имеют последовательное соединение они как бы один один модуль один разъем как это было у нас в arduino то есть для чего это нужно это очень удобно для построения вот таких вот конфигураций проектов именно по изучению интернета вещей когда компактная настольная конструкция позволяет нам создать вот такое вот например устройство или такое же устройство например можно создать на том же конструктиве лего тоже очень компактно удобно а учитывая то что возможно соединение до 20 электронных модулей в линейку это конечно позволяет реализовать ну можно сказать максимальное количество задумок этого проекта вот роботы бот на нем собственно построены и образовательно соревновательные наборы следующий наш модуль который соответствует трем компетенциям которые мы активно поддерживаем в развитии в россии вот состав здесь у нас и бот можно сказать полный да то есть make x стартер компетенция с дополнительными расширениями то есть содержится вот этот платформа вот make x explorer более свободная такая конструктивная конфигурация робота в соревнованиях предусмотрена поэтому там именно базы такой нету вот что можно делать с этими наборами кроме того что они являются соревновательными можно участвовать в соревнованиях на этих же наборах можно получать и базовые знания роботехнические то есть можно изучать базовую робототехнику а в дальнейшем готовится к соревнованиям вот внизу представлены как раз таки живые фотографии полученные с в декабре из поездки в китай именно любопытных на мой взгляд конфигураций роботов то есть как видите везде представлено большое количество конструктивных элементов сделанных и на 3d принтере и на лазерном гравировщики то есть вот например третье компетенции уже таких больших роботов ну тумбочка объемных челлендж она совсем как бы сделан там даже ну по сути ударные конфигурации сделаны из лазерного резчика гравировщик опять же некий такой посыл призыв к робототехникам не боятся использовать различные конструктивные элементы потому что соревнования вот те которые в китае например мы наблюдали они показывают ну совершенно большое огромное количество использования нестандартных конфигураций нестандартных каких-то решений то есть при создании именно робота под соревнования ну и для этого конечно пригодится оборудование актуальное тот же лазерный резчик гравировщик который мой блог выпускает уже не первый год и его новая версия называющиеся x-tool да как и бренд x-tool p2 оборудование созданное именно для образовательных учреждений с встроенной системой фильтрации воздуха с соответственно с двумя камерами но самое главное первого класса безопасности вот к нему дополнительно идет роторная насадка как опционально вот он позволяет гравировать криволинейные поверхности цилиндрические очень хороший качественный аппарат самый пожалуй лучший в линейке суббренда мэйк блок x-tool где получить методическую поддержку где пройти курсы кроме упомянутого курса по коде роки у нас есть еще актуальный курс по имбо 2 и соревновательным набором и курс на ардуино все это можно получить записавшись онлайн или записавшись на оффлайн обучение по ссылке labdigis.ru это наш учебный центр вот qr-код также есть бесплатные учебно-методические материалы переводные и наших специалистов есть книги которые мы используем и в продаже как учебно-методический материал поэтому материала много изучайте вот бесплатные приложения бесплатный софт все это собственно то что поддерживает вот развитие этой экосистемы международные соревнования майк x о них у нас будет отдельное выступление безусловно это ну такие очень это очень важный и мотивирующий элемент для занятий именно робототехникой и движение ребятам вверх в развитии своих навыков расскажет ирина овсянникова сегодня следите за собственно программой вот экосистема о которой я сейчас упоминал она нами интегрирована в наиболее полно пожалуй 804 приказ приказ по оснащению новостроек мы уже поставляем это не первый год поэтому есть конкретные коммерческие предложения по работе именно по интеграции экосистемы 804 приказ в национальные проекты и для кванториум у нас есть предложение и для айти куба для отсюда вот и опять же упомянуть здесь о национальном проекте по беспилотным авиационным системам могу сказать что мы занимаемся всерьез именно одним из разделов это подготовка кадров для баз и в том числе как части экосистемы как часть вот этого модуля по бы пола коммерческое предложение тоже в процессе формирования какие вопросы наиболее актуальны необходимо от получить от заказчика от школы для корректного оформления именно коммерческого предложения по поставки вот этой интеграции этой экосистемы первую очередь конечно возраст вот то есть какой возраст мы можем предложить и для начальной школы для средней школы вот количество учеников как правило это 10-15 учеников наличие состав другого оборудования что у нас есть если есть например уже какое-то оборудование другое там там лего или еще что то мы можем предложить то что не закрывает какое-то определенное направление робототехники там свое оборудование вот бюджет безусловно важный момент планы дальнейшего развития то что будет форме до закупки в следующем году и кадровый потенциал но здесь естественно помочь поднять уровень квалификации уровень знаний это тоже наша цель необходимость этого мы осознаем и учебный центр как раз над этим работает вот наши ответы такие достаточно обычные на стандартные вопросы там да по базовому обучению то есть если один как бы для базовой ступени это один робот один ученик вот для соответственно проектный мы рассчитываем на групповое обучение вот и так далее то есть там соответственно много из этого я уже сегодня озвучивал соответственно по обучению частый вопрос выдаем сертификаты у нас соответственно это как бы ну обо всем об этом можно узнать на сайте labdigis точка ру вот в качестве компонентной комплексной поставки именно образовательных решений и в качестве дополнения экосистемы робототехники можно сказать то что у нас присутствует в портфеле цифровые лаборатории о цифровых лабораториях расскажет мой коллега антон вот прошу в кадр и так цифровые лаборатории продолжаясь тему steam steam образования экосистемы робототехники и вообще исследовательских занятий в современной школе мы в 2024 году представляем цифровые лаборатории эмеральд которые собственно отвечают на те вызовы которые есть перед комплексными поставками и так цифровыми лабораториями в 2024 году уже никого не удивишь они есть в инфраструктурных документах 804 приказе министерства просвещения российской федерации в кванториумах айти кубах и так далее все это национальный проект образования в нашей стране и так мы представляем цифровые лаборатории которые позволяют выполнять основные педагогические задачи стоящие перед таким оборудованием то есть это проведение лабораторных работ в рамках естественно научного цикла исследовательской работы на уроках в школе мы получаем навык работы с цифровыми данными получения их обработки что является базовым для современного может быть даже и ученого то есть провели эксперимент получили данные в условно таблице excel затем обработали создали презентацию получили готовый уже для использования продукт основные моменты цифровых лабораторий эмиральд и так первый цифровой момент на котором нужно остановиться и который нужно запомнить это соответствие требованиям национальных проектов . роста и кванториум в школе туда мы можем поставлять свое оборудование второй важный момент готовые наборы по основным направлением скажем так школьной деятельности в соответствии с 804 приказом готовые наборы для учителя и ученика по физике химии биологии экологии география основам безопасности жизнедеятельности физиологии и так далее второй важный момент который стоит упомянуть это программное обеспечение программное обеспечение российская работает в двух операционных системах это microsoft windows и linux успешно работано апробировано и поставляется по запросу под ту или иную систему устанавливается силами педагога либо самих учеников без всяких проблем затем что еще следует упомянуть в конце первого квартала появляются уникальные свойства наших лабораторий которых нет ни у кого из конкурентов первое это вандалоустойчивый металлический корпус который будет отличительной особенностью и весомым плюсом в поставках и второй момент ведется работа по интеграции цифровых лабораторий с экосистемой робототехники мэйк блок то есть можно будет объединить робота и нашу цифровую лабораторию в виде мульти датчика который является сердцем нашей цифла бы и получить например робота исследователя и уже имитировать допустим полет на другую планету либо в какой-то опасный регион куда человеку попасть невозможно а робот с этим может справиться на этом с цифровыми лабораториями я заканчиваю мы сейчас будем отвечать на вопросы контакты по которым можно задавать вопросы по экосистеме представлены на экране передаю слово сергею и прощаюсь с вами спасибо просто добавить потому что бывает что задают также вопрос такого плана что вот есть роботехнические датчики зачем нам нужна цифровая лаборатория там но это от пользователей прошу все-таки заметить что робототехника она в первую очередь именно ориентирована на изучение роботехнических дисциплин то есть создание проекта программируемого роботехнического ни в коей мере не заменит получение точных данных которые вы получите с цифровых лабораторий там именно получение все-таки точно точно точных данных вот и так сейчас мы обращаемся к вопросам так отлично у нас есть вопросы на 2024 год выдели деньги школам на оснащение оборудования в целях реализации образовательных процессов про заработки производства эксплуатации баз если у вас готовое решение сразу хочу сказать что этот вопрос мы обсудим чуть позднее мы но ответ на самом деле могу сейчас назвать то что мы в процессе формирования коммерческого предложения то есть проще говоря готового решения вот прямо здесь и сейчас нет то есть инфраструктурный лист меняется он претерпел некоторые изменения вот буквально за последнее время поэтому в процессе в которую 4 кода бы пола но это вот снова про бы плода даже читать не буду чуть позднее так как попасть telegram канал по клик так отлично ссылочку мы отправим в чат тогда чуть позднее сейчас умнее под рукой нет но вы можете через поиск на набрать конструкторы клик конструкторы некий робот то есть вот как бы вот поиск вот такой сайбертой то есть и в принципе вам у вас получится туда попасть в чем принципиальной разницу между клик и клик 2 вот разница принципиальная в отличие электроники то есть контроллер arduino подобный и там и там присутствует учебные материалы почти соответствует то есть курс учебный по обучению он такой же но различие в пластике присутствует то есть в клике втором его значительно больше конструктивных элементов в клике соответственно втором есть камера для изучения технического зрения роботов а в клике первым присутствует контроллер cyber pay то есть вот проще говоря вот этот вот контроллер там присутствует в клике втором его нет вот так секундочку вот тут вопрос к антону антон рано ушел цифровые лаборатории будут в реестре вот антон активно кивает говорит что будут вот система вентиляции для гравер между можно отдельно приобрести отличный вопрос тоже часто на него отвечаю систему вентиляции идет в составе поставки с гравером то есть гравер отдельная машина к нему еще присутствует к нему есть блок фильтрации можно ли пользоваться этим блоком не используя стороннюю вытяжку или вентиляцию да можно сигнализация не сработает но будет присутствовать некий запах как от выжигательного аппарата то есть если объем резки у вас небольшие но гравировка там не на не настолько влияет то этого соответственно блока фильтрации вполне будет достаточно для использования в учебном процессе единственное с некой периодичностью в зависимости от нагрузки придется менять все-таки блок расходный фильтров вот но вот этот вот блок фильтрации который был представлен на слайде он имеет ресурс в пять раз больше чем у предыдущей модели лазербокс поэтому по расходке ну достаточно будет более все-таки у того бюджетное решение но если объем резкий большой я все-таки рекомендую конечно встроить в систему принудительной вытяжки в классе технологии вот так цена так цена но не совсем понятно но если имеется в виду цена на гравер то все цены у нас есть на сайте digis.ru на скидку сразу могу сказать что цена розничная рекомендована миллион сто сорок пять тысяч это гравер с блоком фильтрации с комплектом соответственно учебных материалов там электронный справочник по уже присутствует и небольшой запас этих расходных материалов именно фанера акрил и картон вот так еще смотрим так вопросов больше здесь нет получается прошу оставаться всех с нами если будут вопросы все-таки по робототехники то возвращайтесь по контактам которые у вас были спасибо